Добрый день, уважаемые коллеги! Служба центральной коммуникации при президенте Республики Казахстана продолжает серию пресс-конференций с главами регионов нашей страны. И сегодня мы приветствуем на нашей площадке Акима Казалардинской области Крымбека Ильевича Кушербаева. Добро пожаловать! Мы рады приветствовать вас на нашей площадке. После вашего выступительного слова предлагаем перейти к вопросам. Пожалуйста, вам слово. Мы рады приветствовать вас на нашей площадке. Мы рады приветствовать вас на нашей площадке. Сауды Аравиясыны Мунай Гази министері өзінің бір интервьюында бір жақсы ой айтты. Мунау тас ғасыра тас таусылғандықтан аяқталған жоқ. Мунай дәуіра, мунай таусылғандың кейін аяқталым айтты. Алемдегі энергия нарындағы бұрынстонды болмаған өзгерістері жүріп жатыр. Осы сәтте елбасының сөзінің сіздерің естеріңізге салық кетуге ұрсат етіңіздер. Елбасы бұлайдев айтты, жаңа уақыт туды, жаңа жағдай қалптасты, сұған сәйкес батыл қималдап, экономиканы жаңарынаға түсіретін уақыт келді деген сөз. Қалптастыған жағдайда экономиканы әртараптандыру, диверсификациялау, біз үшін жағана басымды қымыз, өмірлік маңыз бар міндет кайналды. Әлбетті әлеммен ел экономикасына көзгерсер біздің де жоспарларға зөйтөйлерін еңізді, біз 2020-шылға дейін өліметтігі қамғыдауына стратегиясын қабылдаған біз, ғаны әлті X어� Sharsан Жағана бағат әлеммеді әлеміді үшін estudio қабылдаған біз әлемін, әлемлемді, аңыз жаған біз әлемілі біз елім деп ұмірнің қамыз жаған әлеміптін, Коммуникация на вызовы экономики особого периода. Это наш ответ кризису. Поэтому мы не отказались ни от одного проекта, о котором говорили на этой площадке службы центральной коммуникации на прошедших наших брифингах. Ни один из них проект, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не остановлен. Все проекты находятся в работе. Позвольте остановиться. Вот касательно промышленности. Вы видите, обрабатывающая промышленность за три года у нас выросла на 122%, в среднем-то республиканская показательность 102,5%. Рост доли обрабатывающих сектора, если в 2012 году у нас было 4,5% в валовом продукте, сегодня 13,5%. Это о чем говорит? Это говорит о том, что идет реальная диверсификация экономики региона. Меняется структура экономики области. Также хотел бы сказать, что вы, наверное, помните, глава государства поставил задачу за 10 лет увеличить производительность труда, обрабатывающую промышленность в два раза. Нам за последние три года удалось добиться поднятия уровня производительности в 4,5 раза. Теперь подробнее о нашем проекте. И начать хотел бы я с проекта стекольного завода, поскольку была на странице СМИ полемика по этому проекту. Хочу сразу сказать, что идет успешное строительство этого проекта. Проект реализуется национальным холдингом «Байтирек», инвестиционным фондом Казахстана и компанией «Стюарт-инженер» из США. Стоимость проекта 215,6 миллиона долларов. Но это первая часть. Я думаю, что мы уже видим, что востребованность на рынке большая будет. Я думаю, что со временем встанет вопрос увеличения этого проекта. По проекту после завершения строительства будет работа 310 человек. В 2017 году, в первом полугодии, мы ожидаем ввода объекта. Мощность будет 197 тысяч тонн стекла в год. Продукция листовое, ламинированное, закаленное, энергосберегающее, изоляционное стекло и зеркала. При этом хотел бы обратить внимание, что 90% сырья добывается в области. Это доломит, известковый камень, кварцевый песок. То есть, правильно, когда была дискуссия о том, где должен размещаться этот проект, все сырье находится на территории нашей области, а предлагалось размещение этого объекта на другом регионе. Следующий проект – это производство кальцинированной соды. Кстати говоря, это тоже компонент, необходимый для производства любого вида стекла. Планируем производить его себе в области, в городе Аральске. Акционеры, акционерное общество «Аралтоз», наши отечественные предприниматели, выступили с желанием. Уже разработано ТЭО. Сейчас завершаются переговоры с Банком развития Казахстана. Будет вложено 220 миллионов долларов. Работают будет 700 человек. Начало строительства следующего – это мы не успели, пока мы там оформление документов и так далее. Начало, я думаю, первого квартала 2016 года мы уже начнем подготовительную работу к строительству вот этого производства кальцинированной соды в городе Аральске. Следующий проект – это горно-рогатительный комбинат на местороженшалке, это Джанокурганский район. Поскольку наша область, Казардинская, располагает значительными запасами хвостовой части Каратавских гор, запасами ванаде, меди, редкоземельных металлов, мы начали работу по созданию металлургических предприятий. Создание металлургических кластеров, одобренное Горно-металлургическим советом при президенте, утверждена правительственная специальная дорожная карта. Думаю, что именно высокотехнологичная современная металлургия может стать альтернативой нефти для нашей области, и для этого есть все предпосылки. Сегодня завершены все восстановительные работы на свинцово-цинковом месторождении «Шалкья». Очень интересное предприятие. В 2016 году уже будет утверждена проектная смертная документация, и мы приступим к строительству горно-рогатительного комбината, который состоит из двух очередей. В первую очередь это добыча-переработка до 2 миллионов тонн руды в год, а с 2017 года планируется увеличение добычи и переработки до 4 миллионов тонн в год продукции концентра цинка, концентра свинца. Полтора тысячи человек рабочих мест будет создано. Сейчас также ведется разработка технико-экономического расстановления гидрометаллургического завода. Реализация проекта также на этом месторождении гидрометаллургического завода, строительства даст нам возможность получать металлические цинки из свинцов, как содержащиеся свинец, мед, серебро и редкие металлы, и повысить извлечение свинца до 65%, цинка до 85%. Это очень высокий показатель. Кто разбирается в цветной металлургии, я думаю, тот оценит это. Продукция горно-рогатительного комбината широко используется в металлургической промышленности. Производство очень перспективно. Цинка является третьим по объему использованным цветным металлом после алюминия и медиа. То есть все кризисные явления, которые проходят в горно-металлургической отрасли, не могут подставить под сомнение реализацию этого проекта. Возможности, хотел бы сказать, применение его продукции обширны. Это и фармацептика, и сельское хозяйство, и строительство машиностроения, даже выпуск денежных банкнот. Следующий проект – это ферросплавный завод. В городе Козловдея, индустриальной зоне, стоимость проекта 253 миллиона долларов. Мы работаем с немецкой компанией ICMD по реализации, по производству специальных комплексов плавов. Техноэкономическое обоснование уже разработано. Инфраструктура вся подведена. Предприятие будет производить до 160 тысяч тонн низкоалюминиевого ферросилиция в год. Как известно, ферросилиция используется в качестве раскисляющей и элегирующей добавки, то есть улучшает выплавку стали. Козловдея будет работать по инновационной технологии, которая, кстати, разработана нашими отечественными казахстанскими учеными из Национального центра по комплексной переработке минерального сырья под руководством академика Жарменова Абдурасула Абдашовича. Недавно эта группа ученых, в том числе и академик Жарменов, удостойна государственной премии Республики Казахстан. Для производства ферросилиции будет использоваться дешевое вместное сырье, это кварцевый песок, солома, рисовая шелуха. Она будет для того, чтобы получать кремний углерод без алюминия. Я уже говорил, что речь идет о выпуске низкоалюминиевой ферросилиции. Это позволит получать кремний углерод без алюминия, а в результате низкоалюминиевой ферросилиции и высокого востребованной металлургии. Причем наши немецкие партнеры гарантируют реализацию всего объема, произведенной заводом продукции. Поскольку производство является энергоемкой, на втором этапе планируется строительство в Казарде на этой же территории индустриальной зоны газотрубленной электростанции 150 мегаватт. Мощные печи, один печи примерно потребляет до 35 мегаватт. Для сравнения, скажу, сегодня для Казарды областного центра достаточно 54 мегаватт. То есть это очень энергоемко и очень востребованный. Вы помните, корота в Жанатасе, когда сильные ветра были, упали все эти высокие линии электропередач. Вот если бы туда был добавлен низкоалюминиевой ферросилиции, его прочность выдержала бы и 30, и 40 метров в секунду шквальные ветра. Вот что такое низкоалюминиевая ферросилиция, как лигирующая добавка. Касательно ванадия и урана. У нас продолжается работа по освоению ванадовом месторождения Волосово-Скандык. ОПР, опытно-промышленная разворотка завершается, и в следующем году уже начинаются промышленные добычи. Это автоклавная комплексная переработка до 4 миллионов тонн ванадии, с получением метанов, аммония, 5-я оксиванадия, ванадевых электролитов, феррованадия, металлургических флюсов, ванадевые аккумуляторы и так далее. Вот это то, что сейчас необходимо для нас. Кстати, значительные запасы урана также обуславливают расширение предприятий Казатомпрома, особенно по переработке. Половина добычи урана производится на территории Южно-Казахстанской и Казатинской областей. Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы появились новые предприятия по переработке Казатомпрома у нас. Для сведения хочу сказать, что буквально месяца два назад 4 предприятия Казатомпрома передислоцированы из города Алматы к Казарду. Теперь касательно строительных материалов и цемента. Вы знаете, 11 декабря в ходе общенационального телемоста президент дал старт первой очереди домостроительного комбината. Проект мы реализуем совместно с Германией, казахстанский и немецкий проект. 1,5 миллиарда тенге 68 человек, 35 тысяч квадратных метров жилой площади с использованием немецкой технологии. Но это первая очередь. Будет и вторая очередь, поскольку мы, потом я попозже скажу, разворачиваем большое жилищное строительство, в том числе в Казарде, Левый берег, Сырдарей. Поэтому нам это предприятие крайне важно, и его можно использовать и для работы и промышленности. Также весной будущего года совместно с китайскими партнерами ожидаем в конце февраля, начале марта поселка Щиэля начнем реализацию строительства заводов по производству тампонажного цемента. Это для нефтегазовой отрасли и для урана. Он используется тампонажный цемент для нефтегазовой уранопромышленности при бурении, для изоляции скважины от воздействия грунтовых вод. У наших условий очень много грунтовых вод, поэтому его можно применять и для общестроительных работ. Это своего рода такой жидкий тест, который закачивается скважиной, заполняя мелкие трещины, и там медленно начинает застывать. Таким образом, используем тампонажный цемент позволяет повысить качество цементированной скважины и увеличить срок эксплуатации. Работаем также над проектом строительства завода по асфальтобетону и силикатному кирпичу. То есть, создается хорошая база для строительной индустрии. Теперь про само строительство. Ну вот, по слайдам вы видите, в республике рост жилищного строительства в этом году 121%, а в нашей области 147%. Области с 297 тысяч квадратных метров в следующем, в этом году, мы почти приблизились с цифрой 400 тысяч квадратных метров. При этом, за счет проектов государственных, проектов, программы государственного жилья, если мы в прошлом году сдали 39 тысяч квадратных метров, в этом году 121 тысяч квадратных метров, то есть три раза. Рассчитываем, что и в следующем году объем этот будет, потому что все проектно-сметные документации, госэкспертизы, инфраструктура и так далее, все необходимые управленческие решения приняты, поэтому объем жилищного строительства совместно с Казахстанской ипотечной компанией, фондом недвижимости, жилстройбанком сохранится. Строительные материалы местного производства будут востребованы, и на возведение промышленных объектов, я говорил, планируем начать освоение лево-бережной части Орловского центра, реализация ряда инфраструктурных проектов, об этом чуть позже, более подробно. Теперь, посвольте остановиться на реализации таких проектов, производства полипропилена поселка Жусалда и Кормахчинский район, недалеко от космодрома Байконур. Мы планируем, что уже в 2019 году сможем выпускать 42 тысяч тонн полипропилена, 46 тысяч пропана, 25 тысяч бутан, пропиленовые фракции, это на экспорт, и для внутреннего рынка бензин, дизтоплие, авиакирисин и котельное топливо. То есть, практическая область обеспечит себя ГСМ, и будем обеспечивать соседние регионы. Также, по проекту машинно-социативного завода в Казарде, будем выпускать детали запасной части для железнодорожников, агрегаты, узлы нестандартно, набраны для атомной, урановой промышленности, и для агропромышленной и нефтяной отрасли сферы жилищно-коммунального хозяйства. То есть, здесь тоже переговоры основные все проведены, и мы уже приступили к непосредственной работе по реализации этих проектов. ТЭО все разработаны, инфраструктура определена. Конечно, большое значение мы придаем работе по развитию сельского хозяйства, важным направлением является, и особенно уделяем внимание крупным и средним хозяйствам. Совместно с Палатой предпринимателей и региональным инвестиционным центром реализуется комплекс МИЛ по организации силхозкооперативы и сервисно-заготовительным центром. Но вы знаете, последние инновации Министерства сельского хозяйства теперь субсидирование будет не по гектарам, а будет направляться на возмещение инвестиционных затрат, особенно на обновление техники и вложение капитальных средств. Хотел бы в этой связи сказать о рамках развития рисового кластера продолжается модернизация перерабатывающих производств. В будущем году начнем закупать элитные высокопродуктивные семена риса, чтобы создать собственную семенную базу. Пока мы работаем с нашими коллегами из Краснодарского края Российской Федерации, там в свое время был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт риса, есть очень хорошие разработки. Вот последние два года мы активно с ними сотрудничали, и вот вы знаете, наверное, что последние три года Казардинская область отличается очень высоким уровнем урожая. Мы в 2013-2014 годах получали в среднем по области 49 центнеров с гектар, а в этом году 50,5 центнеров с гектар. Это рекордный урожай вообще в истории нашей Казардинской области. А если взять нашу недавнюю историю, то в Советском Союзе основными рисовыми жительницами всегда были Краснодарский край и Казардинская область. В этом году в среднем теперь если мы создадим свою собственную семейную базу, и у нас есть научно-исследовательский институт риса имени Эбрая Жахаева, есть хорошая группа ученых, креативных, которые работают над этими проектами, то у нас есть возможность получить, повысить качество зерна, его экспортный потенциал и урожайность довести до 60 центнеров с гектара. Тогда даже не увеличивая площадь, где мы можем полмиллиона тонн риса высокого качества с экспортным потенциалом собирать на своих пассивных площадях. Есть реальные возможности. Для активного развития животноводства нам нужно было решить главный вопрос. Мы находились в буферной зоне и этот вопрос с Министерством сельского хозяйства и международной организацией мы этот вопрос решили. Поэтому развитие, в рамках развития мясного животноводства в следующем году сдадим откормочные базы на 50 тысяч голов овец, завершим строительство откормоплощадок на 6 тысяч голов крупного рогатого скота, несколько проектов в совокупе 6 тысяч голов крупного рогатого скота и поселка Жан-Курган начнем строительство мясокомбината на 7 тысяч тонн мяса ягнятнины в год. Ну и конечно принимая во внимание эффективное развитие животноводства мы также заинтересованы создание прочной кормовой базы поэтому будем увеличивать пассивные площади под кормовые культуры. Теперь касательно развития малого и среднего предпринимательства особенно хотел бы сделать акцент на микрокредитовании. Для развития предпринимательства особенно в условиях кризиса конечно нужны дополнительные меры труднее всего предпринимательства начинающим предпринимателям которые еще не встали на ноги прежде всего микробизнесу. Вы наверное заметили вот с национального фонда идут огромные средства и они идут через банки через фонд дому но они на уровне вот тех товарищей с ограниченной ответственностью останавливаются. Почему? Потому что для того чтобы эти деньги были доступны нужно иметь залоговое имущество а залоговое имущество индивидуальных предприятиях малых предприятиях микропредприятиях их нету на уровне того да можно получить а если посмотреть давайте если посмотреть кризис который последний прошел в Европе как повела себя экономика Польши мы все время говорим про Германию про другие страны самые устойчивые оказались они и половина валового продукта за счет микропредприятий 50 процентов валового продукта промышленного это это рост экономики Польши обеспечили именно микробизнес индивидуальных предприятий менее 9 человек у них специально даже закон о микробизнесе поэтому мы говорим вот если у нас безработные есть самозанятые да если ухудшение ситуации самозанятые тоже могут уйти в сторону малоимущих и скажем еще усугубить социальные положения поэтому надо чтобы эти средства доходили поэтому здесь есть вопрос активно активизировать нашу работу по микробизнесу и конечно же поддержка дальнейших проектов по микрокредитованию поэтому мы очень благодарны президенту главе государства то что он поручил правительству и в связи с его поручением разработаны новые дорожные карты занятости и сейчас расширяется практика микрокредитования для нас это очень важно мы в этой цели создали региональный инвестиционный центр который уже выдает кредиты малому бизнесу за счет ресурсов во-первых областного бюджета мы выделяем потом выделяются средства по линии национальной палаты предпринимателей активно работаем с банками особенно хорошо себя показывает Казкоммерсбанк в этом плане хорошо работает фонд дому кстати говоря мы например с областного бюджета 500 миллионов тенге выделили на 16-й год а через дому а дому сразу же удваивает они выделяют миллиард тенге то есть мы 500 они 1 миллиард и только полтора миллиарда в итоге я могу сейчас сказать что в 16-м году мы три раза увеличиваем финансовую поддержку малого бизнеса Казладинской области но при этом конечно же нужно ужесточить ответственные получатели и что я имею ввиду есть нужно должно быть список недобросовестных заемщиков которые будут направляться первый кредит наберем что это означает это означает что человек который получил микрокредит а это 3 миллиона тенге к примеру на покупку скота а потратил его на свадьбу своего родственника уже никогда не сможет получить кредит ни в одном регионе ни в одном банке Казахстана поощрять вот этот такой безответственный подход в таких условиях на получение этих средств которые воспринимаются всегда дармовыми деньгами этого не должно быть поэтому добросовестный заемщик после возврата полученного кредита подает заявки и получает уже не 3 а 5 миллионов тенге а те которые нецелево использованы у них уже перед ними перекрывается канал доступа этим средствам которые идут из национального фонда думаю это справедливо следующее касательно газификации мы в этом году в течение этого года газифицировали Аральск Айтикеби это Казалинский район Шиеля Жанакурган и ряд населенных пунктов вокруг Казаларды в следующем году в этом году на этой цели совместно с акционерным Казтрансгаза Аймак реализовано проектно на общую сумму 23 миллиарда тенге в следующем году на сумму 10,5 миллиарда тенге будет проведена работа по газификации Кырмакчинского района поселок Жусалы Джалагаш Тиренюзек и мы так называем белые пятна осталось несколько небольших массив порядка 120 жилых домов в городе Казаларде которые нужно подключить газы поэтому мы практически в основном вопросы газификации населенных пунктов в принципе решаем я хотел вот вы карту посмотрите и обратите внимание у нас посередине области проходит река Сардарья вдоль него автомагистрат западной Европы западной Китая газопровод Бенио-Базо-Шимкент нефтепровод Кумколь-Кинг-Як оптоволоконные связи и так далее и вот вдоль вот этой жизненной артерии расположены 85% населенных пунктов где проживает 93% населения то есть с точки зрения логистики хорошая завидная логистика в нашей области то есть мультипликативный эффект от того что делаешь вдоль основной этой артерии сразу же отражается на самочувствии всех населенных пунктов есть 262 населенных пунктов вот 85% 93% вдоль вот этой жизненной артерии теперь следующий я уже говорил что условия кризиса и глава государства Нурсенович неоднократно говорит условия кризиса когда упали доходную часть бюджета надо серьезно поработать с нежуровными финансовыми организациями и реализовывать проекты по линии государственного частного партнерства я думаю в этом плане мы можем похвалиться своими достижениями вот у нас идет уже реализованная идет реализация проектов 8 проектов по линии европейского банка реконструкции и развития кстати говоря президент европейского банка он же сопредседатель совета инвесторов предпрезидента господин Чакрабарди в прошлом году был у нас в Казладе с рабочим визитом сейчас идет реализация 7 проектов еще 4 проекта на рассмотрение с азиатским банком развития мы работаем по развитию инфраструктур левого берега среда река реализуются 4 проекта строительство групповых водопроводов обеспечения города Казлады поливной водой это вот групповые водоводы Жидилинский Талапский Средоринский и каналы города Казлада это поливная вода по воде я еще немножко остановлюсь но главное магистральное наше направление мы переходим полностью на подземное водоснабжение потому что я уже неоднократно говорил вода в Средоре как своеобразный компорт из гербицидов и сисидов идут из территории после Узбекистана уже после этих хлопковых полей и как бы мы там не очищали воду по качеству воды есть очень много вопросов и когда начинаешь разбираться вопросы здравоохранения то причины всех основных проблемных на залоге заболевания это некачественная вода вот Казладу 1 декабря мы полностью перевели на подземное водоснабжение 1 декабря дню президента понятно что в условиях дефицита бюджетных средств возможности инфраструктура социальной развитии ограничены поэтому привлечение ресурсов международных финансовых организаций и развития ГЧП является магистральным направлением я могу сказать что сегодня в Казладинской области реализуется 31 проект на общую сумму 333 миллиарда тенге из них 15 проектов это ГЧП здесь есть строительство поликлиники особенно акцент делается на оставшуюся аварийную школу чтобы быстрее закончить поскольку бюджетных денег на это не хватает мы реализуем этот проект через ГЧП мы за счет средств хотел бы в этой связи сказать что наше правительство хорошо поддерживает такие проекты путем представления грантов и соответствующим указаниям главы государства мы активно продолжаем эту работу на радиусетах ведется работа по проектам модернизации системы то что я говорил по европейскому банку это освещение автобусы транспортное обслуживание газозаправочные станции строительство завода по переработке твердых бытовых отходов теперь что касается левого берега левый берег это расширение городской инфраструктуры здесь техниками совоснования госэкспертизы готовы сегодня сейчас идет работа с консультантами азиатского банка развития он рассчитан более чем на 150 жителей это проект работаем совместно с азиатским банком развития кстати гемплан план детальной планировки уже утверждены проведение геологической экспедиции это изыскание особенно у нас в Козлорде проблемы с подплощенными водами поэтому очень серьезно мы к этому подошли в течение 13-го и первой половине 14-го года мы потратили на геологическую обследованную территорию у нас есть плохой пример скажем микрорайон западный в городе Козлорде был построен без геологической такой проверки и в итоге все жилые дома подвалы залиты водой ну отсюда и комары там это и так далее проблем поэтому мы очень серьезно к этому подошли вместе с проектом реализуем за счет бюджетных средств конечно это влияет на качество жизни теперь касательно воды 94% населения обеспечено из них 71% централизованным водоснабжением для сведений хочу сказать по республике это показатель 48% мы один из лидирующих регионов централизованным водоснабжением подключено 71% сельских населенных пунктов где проживает 94% населения то есть крупные населенные пункты они все вопросы решены ну и приоритетом является как я уже говорил переход на подземные источники водоснабжения Козларде в течение трех лет только на решение проблем водоснабжения мы потратили 10 миллиардов тенге пробурили 57 скважин 1 декабря подключили город качество воды намного лучше намного лучше с 13 года мы осваивали начали освоение Козлажерменское месторождение Козларде которое находится прямо под городом с огромными запасами чистящей воды которых хватает на ближайшие несколько десятилетий сейчас совместно с Козлодкозом и Исламским банком работаем чтобы Козларде решить вопрос и поливной воды не только город но и общее восстановление ирригационной системы области идет работа в советское время система оращаемого земледелия Казахстанской области уважаемые журналисты это одна из самых больших Казахстан и занимала порядка 260 тысяч гектаров сегодня это только 230 тысяч гектаров к сожалению 30 тысяч гектаров выбыли из-за оборота вследствие плохой хозяйствования сейчас мы работаем над первыми двумя проектами реализация которая позволит нам реабилитировать и модернизировать ирригационный дренаж системы на территории на площади 97 тысяч гектаров в условиях приорали вода это главная ценность как говорят наши ахстакалы без воды нет будущего в нашем регионе поэтому мы конечно же благодарны главе государства Нурсуна вообще назаривает за то что даже кризисное время переговоры по второй фазе североаральского проекта она продолжается проект не остановлен она будет дальше реализована и поэтому за счет средств европейской банкреконструкции развитой мы реализовываем проекты в Казалинском районе в рамках государственного частного партнерства ведется проект по расширению системы водоснабжения Средоринского района если качество ГЧП можно привести проект также скажем развитие авиации строительства пассажиров терминала в Казаларде теперь следующие направления по образованию вы знаете президент правительства Акимов дал основные несколько поручений первое это устранить проблемы трехсменного образования вопрос этот мы решили в прошлом году 2014 в Казаларде области трехсменного образования нет 2014 года следующий вопрос до 2020 года не подождите Елена следующий вопрос это до 2020 года мы должны были обеспечить 100% охват детскими дошкольными учреждениями от 3 до 6 лет мы в этом году вопрос этот решили при этом больше половины значит вот видите 45 это частные детские учреждения которые реализовывают государственный заказ то есть активно бизнес откликнулся на реализацию этой большой социальной программы если мы шли бы только по линии бюджетного финансирования мы этот вопрос конечно так бы не решили а у нас очень хорошо растет население ежегодно 6% естественный прирост если сейчас официально 754 тысячи человек из Ларидинской области но у нас на медицинском учете состоит 823 тысячи я больше доверяю второй цифре потому что если люди живут постоянно они значит научиться стоять в медицинских учреждениях а если такими темпами будем расти значит в ближайшие 7-10 лет население области перевалит за миллион человек в этой связи конечно мы должны активно строить социальные объекты образование здравоохранение культуру спорт и так далее теперь следующее поручение главы государства это решить проблему по аварийным школам на 1 января 2013 года в Козлородинской области было 36 аварийных школ за 3 года мы построили 25 школ 11 осталось бюджетный сейчас денег на это нет поэтому эти 11 проектов мы реализуем за счет государственного частного партнерства хотя надо сказать что самой крупной школой более скажем 300 учащихся мы уже построили то есть осталось маленькие школы в основном 100 120 учащихся не так дорого цена 11 школ 4,5 миллиарда тенге на сегодняшний день по ценам я думаю мы предварительные переговоры провели постараемся если получится в течение 2016 года полностью решить эту проблему совместно с центром сопровождения проекта ГЧП реализуется проект по строительству козлорде профессиональных технических лицей на 600 мест и поликлиника на 500 посещение смену как я уже говорил 60% детских садов сегодня частные государство выделяет средства на каждого ребенка а бизнес создает необходимые условия и здесь сейчас идет работа чтобы теперь стандартным соответствовали по качеству работаете в частных детских дошкольных учреждениях я думаю это совместная работа я думаю мы решим эти вопросы теперь мы сосредоточимся в этой связи решением проблем дефицита мест детских садов для детей до 3 лет у нас обеспечен только 42% здесь есть объем работы и я надеюсь что предприниматели нашей области также примут участие в решении этой большой социальной проблемой также продолжаем внедрение дуальной технологии обучения еще 10 колледжей таким образом по новым стандартам в 17-м году будет работать 20 из 32 государственных колледжей ну и вы знаете глава государства в последнем своем послании к народу Казахстана объявил важнейшим для нашей страны решением это большая забота главы государства о подрастающем поколении с 17-го года в нашей стране вводится бесплатное профессионально-техническое образование это важное решение с точки зрения и занятости молодежи и престижа рабочей профессии подготовки для нашей экономики к квалифицированных рабочих кадров я думаю здесь конечно мы должны тоже реализовывать проекты мы уже составили баланс трудовых ресурсов на этой базе формируем госзаказ и уже готовим свои предложения с тем чтобы одним из первых приступить к реализации поручений главы государства касательно здравоохранения видите какие у нас объекты построены за последние три года перинентальные центры три районные больницы две сельские полиники два фапа 25 врачебных амбулаторий у нас не хватало насилия эту инфраструктуру мы создали в 15-м году завершили строительство районной поликлиники в этом году видите какие высокие уровни операции проводятся на сосудах головного мозга малоинвазивным методом транспедикулярной фиксации позвоночника удаление опухоли спинного мозга операция на открытом сердце пересадка почки и так далее то есть на базе областного медицинского центра проводится уже уникальная операция но у нас есть одна большая проблема это рост материнской смерти снижение резко младенческой смертности и рост материнской смертности это 8 случаев каждый случай из этих 8 можно было предупредить речь идет о некачественной квалификации наших врачей в связи с этим мы приняли решение на базе областного медицинского центра в этом году мы открыли филиал Казахского медицинского университета имени Асфиндярова очень активно работаем с ведущими научными центрами научно-исследовательскими институтами как Казахстана так и России в этом году интернную подготовку прошли 44 врача в следующем более 100 то есть мы очень серьезно обращаем внимание именно на квалификацию наших врачей пришлось принимать и кадровые решения произошла смена руководства и управления здравоохранения то есть очень серьезно здесь ведется работа я думаю что результаты будут обязательны мы взяли вообще все нозологи заболевания по которым у нас есть проблемы и приняли дорожную карту вот например если условно говоря для примера если скажем детская смертность то мы сразу начинаем разбираться в чем дело начинаем смотреть разбираться оказывается мы детей теряем первые 6 дней почему не хватает там скажем кувязов не хватает еще чего-то и так далее то есть то что нужно решить оперативно мы внесли в эту дорожную карту и уже динамику в этом плане мы чувствуем как видите несмотря на кризис область продолжает развиваться не так быстро как хотелось бы но мы идем вперед и реальные меры которые озвучил глава государства в своем послании народу Казахстана помогают нам справиться с вызовами и трудностями кризисного периода который пришел не из Казахстана а извне поэтому вместе реализация поручения главы государства поможет нам ответить достойно на вызовы поэтому благодарю вас за внимание теперь готов ответить на все ваши вопросы которые благодарю вас Камбек Ильевич уважаемые коллеги до конца нашей работы осталось около 30 минут поэтому думаю интенсивно постараемся ответить на все ваши вопросы пожалуйста первый вопрос телеканал Евразия Юлия Лосеева первый канал Евразия вот вы отметили что темпы строительства в регионе очень возросли но многие покупатели нового жилья все еще берут его под ипотеку и когда же именно те кто стоят в очереди за жилье будут в приоритете при выдаче жилья это первая часть вопроса и вторая часть вопроса относительно газификации населенных пунктов в среднем для того чтобы провести газ в один дом требуется от 200 до 400 тысяч тенге и как контролируется вопрос именно необоснованного поднятия цен компаниями которые занимаются протяжкой газа и контролируется ли он вообще спасибо конечно контролируется как вы думаете все контролируется у нас цены и тарифы отопление 92 тенге за квадратный метр вода 61 тенге за кубометр канализация 65 тенге кубометр свет 16 тенге газ 19 тенге кубометр то есть причем не выше чем в других регионах ни в одной соседине с севера октябрьской с центра карагандинской и с юга южно-казахстанской области у нас не выше но никто коммунизм не собирается строить у всего есть цена Казахстан 2 судом до сурового партия надо поддерживать касательно строительства государственный жилищный фонд в прошлом году например по примеру Казахстан скажу 264 квартиры мы дали в этом году ключи получают 26652 квартиры мы ключи вручаем 53 многоэтажных жилых домов вводим в Казахстан объем жилищного строительства по линии только госпрограмм увеличился в 8 раз в очереди стоят 16 тысяч человек то есть я думаю что динамика можно оценить благодарю вас туда и пожалуйста следующий вопрос хабарагент Продолжение следует... Продолжение следует... Мой вопрос касается проблемы Аральского моря. Планировалась реализация второй фазы проекта регулирования русла реки Средерия и сохранения северной части Аральского моря. Не повлияет ли экономическая ситуация на этот проект? И в целом, какая работа проводится кематом в этой экологической проблеме? Спасибо. Ну, большое спасибо. Мы его у нас в народе называют проект века, проект президента называют. В свое время, вы знаете, по инициативе Нурсеновича «Назарин нашей независимости» главы прибрежных приаральских государств собирались в Казарде, создавали фонды и так далее, но практически наши соседы в этом плане не продвинулись. Единственное, только Казахстан по поручению нашего президента заключили соглашение с Всемирным банком и реализовали первую фазу северо-аральского проекта. Какие результаты? Я вам помню. Уровень воды в Аральске поднялся с 38 до 42 метров. Все море спасти невозможно. Только мы говорим о северной части. Объем воды возрос с 15 до 27 километров. Минерализация воды с 23 снизилась до 13 грамм на литр. То есть у нас практически мы превращались в мертвое море. Вот на стыке Иордании и Израиля, если вот мертвое море, там ни одна рыба не живет. Люди приезжают, проходят какие-то лечения, особенно экзему и так далее лечат. Вообще мертвое море. Человека даже выталкивает. Вот такое мы могли превратиться. У нас осталось тогда, когда мы приступили к реализации этого проекта, только одна разновидность рыбы. Сейчас море отошло тогда на 94 километра. Сейчас я недавно на вертолеты летел, посмотрели по GPS. До Аральска осталось 17 километров. Уловь рыбы возрос в 20 раз. 8 заводов уже. Было 3. Сейчас 8 заводов, которые занимаются переработкой аральской рыбы. Судак уже поставляем в Брюссель. Мы уже получили 2 еврокода. 400 рабочих мест. Переработка сейчас рыбы 11 тысяч тонн. Все аральские рыбаки, которые ушли, Балхаш, Копчега и так далее, все вернулись. Экспорт вырос 3,6 раза за 2. 22 вида рыбы восстановлено уже. Вернулись рыбаки. Теперь вторая фаза. В чем загвоздка? Проект поддержан. Поручения главы государства, правительства есть. Есть поддержка по реализации Всемирным банком. Но есть позиция Узбекистана. Они вначале в целом одобрили проект Северо-Аральский. Первую фазу тоже согласовали. Теперь по второй фазе у них есть какие-то вопросы. Вот на следующей неделе еще раз будет встреча с экспертами Всемирного банка, представителями правительства Казахстана, Министерства сельского хозяйства, поскольку у них находится комитет водных ресурсов и вот наши коллеги из Узбекистана. Если так будет продолжаться, я думаю, что мы, наверное, можем поставить вопрос, то, что уже, поскольку в целом проект был одобрен в свое время правительством Узбекистана, мы им должны продолжить этот проект. Если это будет завершено второй фазой, то вода города Аральска вернется в его портовое значение, значит, и обводнение будет восстановлено всей озерной системой и практически произведет полностью реабилитацию и северной части Аральского моря. Вот такая ситуация вокруг Арала. Благодарю вас. Дорогие телезрители, уважаемые коллеги, хочу традиционно напомнить, что вы можете заранее направлять вопросы на наш сайт. И, Крымбек Ильевич, хотел бы вам передать эти вопросы. На ваше имя поступило порядка более 30 вопросов. И хотел бы озвучить наиболее актуальный, на мой взгляд, от жителя города Казаларды, Кеншелик Турсымбаева. Турсымбаева спрашивает, когда будет проложен асфальт и освещение на улице имени Ковтунова? В дождливые дни дорога размывается и становится плохо проходимой. Вообще за три года мы направили 12 миллиардов тенге на решение дорог, тротуара, проведение порядок города Казаларды. В 2013 году основные работы были проведены по улице Живек-Жолы, это основная дорога, входящая в город из аэропорта и так далее. В 2014 году это Аль-Фараби, это за линейной частью города, микрорайоны Титов и КБИ. В этом году мы основной объем работ провели по улице Турай-Гырова. В следующем году от берега реки Сардаря до улицы Ганимуратпаева, 5 километров прибрежной. И плюс еще улицы. Я знаю эту улицу Ковтунова, там Ковтунова, Танабаева улицы. Они знают, что они включены. Мы даже хотели Ковтунову улицу сделать в этом году. Ковтунов, кстати, это герой Советского Союза, урожение Саилийского района, Казалардынской области. И в год 70-летия хотели, но проектно-симентальные документы еще не были готовы. Мы получили только в сентябре месяц. Поэтому он включен в план 2016 года. Я думаю, решение будет. Благодарю вас. Еще один вопрос. Я бы хотел зачитать его. Уважаемый Кремлья Килеевич, я стою в очереди за арендным жильем с 2006 года. У меня трое детей. Один из них болен ДЦП, инвалид с детства. Ему 17 лет. Учится в колледже на платной основе. Воспитываю детей одна. Живем у матери. Теперь мой вопрос. В нашем городе очень-очень много строится домов. И каждый раз, надеемся, мы сейчас в очереди на 395 месте. Уважаемый Кремлья Килеевич, могу ли я надеяться на получение квартиры в 2016 году? Может, надеяться, потому что в следующем году не менее 2000 квартир мы введем, а она стоит 395. Амашл Куса, Жан-Ажлда, Жан-Ал-Ка, Кузыжи Тет-Ти-Ву-Лем, Казак-Пай-Та-Ду, Кырхын-Ажлда, Жан-Ажлда, Жан-Ажлда, Кишкин-Ажлда, Жан-Ажлда, 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 Миндет, Жан-Ажлда, Куан-Штэ-Сят-Ки-Жетер-Степ, Оль-Лем, Лек-Деспус. Сгеку Прохмед, Келесу Срак, Тотал. Айнур Коскина, Тотал Кизет. У меня вопрос касательно трудовых конфликтов. Скажите, устранена ли диспропорция в заработной плате между китайскими и казахстанскими нефтяниками? Это первый вопрос. Сколько трудовых конфликтов в этом году было и сколько из них было устранено? И еще один вопрос. Министр энергетики, господин Школьник, на заседании в правительстве сказал, что в 2016 году будет достаточно большое сокращение не только самих нефтяников в добывающей сфере, но и сотрудников нефтесервисных компаний. Готовы ли вы к этому? И вообще, какие у вас прогнозы в этом плане? Спасибо. Диспропорции в зарплате между казахстанскими и китайскими нефтяниками нет. Были проблемы. Совместно с областной прокуратурой проверили в 2013 году. Все диспропорции устранены. Нет. Что касается долги по зарплате и так далее, сегодня 4,6 миллиона тенге по линии ТОО МИГ-21, которые проходят процедуру банкротства. Мы уже неоднократно говорили всем работодателям, хоть пиджак продай, но долги по зарплате верни, потому что это заработанная плата. Благодарю вас. Что касается сокращения, нефтянкой работает 29 тысяч человек у нас, в том числе сервисные компании. Конечно, объемы сократились почти наполовину. Вот умножить 29 тысяч на 5. 145 тысяч человек в самочувствии зависит от деятельности нефтегазового сектора. То есть как это отдается. Поэтому мы подписали со всеми меморандумами. Можно сокращать рабочее время, но не сокращать работников. Вот такую политику мы держим и работаем. Пока идет. В этом году сокращено вообще 900 человек по области. Создано 11 тысяч рабочих мест. Из них 8700 постоянно работают. То есть мы компенсируем. Но те компании, которые занимались нефтесервисом, мы им сейчас предлагаем. Вот есть проекты по обрабатывающей промышленности и по АПК. Не сидите только на нефтяной игле. Занимайтесь этим. Вот тут не случайно я говорил слова министра нефтегаза Саудовской Аравии. Каменный век кончился не потому, что камни закончились. И нефтяной век заканчивался не потому, что нефть заканчивается. Я уже знаю, что многие крупные мировые нефтяные компании финансируют проекты по альтернативным источникам энергии. Потому что они думают о будущем своей компании. Поэтому мы предлагаем нефтесервисам компании переходить на другие направления бизнеса. Тем более есть государственные меры поддержки. Воспользуйтесь им. Сейчас даже субсидирование не по гектару идет, а по инновационным технологиям, технике и так далее. Переработка, обрабатывающая промышленность – это хорошая возможность для компании, которая сегодня занимается нефтесервисом. Субсидирование нефтесервисом. Субсидирование нефтесервисом. Субсидирование нефтесервисом. Субсидирование нефтесервисом. В этом направлении, мы получили 812 километра в Басы-Ктайбасе Европы автомагистрали салон. Мы уже готовы. В последнее время, мы получили 40 километра в 60-межал аж. Мы готовы. В этом направлении, мы получили 33 сервисы. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. Мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. Сосредоточь именно в это время основные старты, чтобы туристы, которые после посещения экспо, могли приехать и посмотреть старт космической ракеты. Для них это будет очень интересно. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. В этом направлении, мы получили 40 километра в 60-межал аж. Мы получили 40 километра в 60-межал аж. Азамат Жомартылы Казақ радиосы. Казыр мемлекеттік органдардың басын бақыттарының бірі қызметкерлерінің жұмыстан қысқаруына жол бермеу. Және жаңа жұмыс орындарына жоу. Осы бақытта қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Және екінші бір сұрағым қазалауданының бір тұрғыны әлеуметтік желге жаңа жариялып мағанына жазып жердіп жекеге. Ӕшіне жұмыс орындағы қазалауданының бір нүш күн бұрын болған. Қазалауданының қазалауданына қазалауданының бірде. Біз үкіметтің материалдығыр екіншініс ұқыметтік қысырындың жаңағы әскери көпріді жинап қайттан әттінін алдық. Соның үшігін қазалауданынына жібер батырмыз. Недавно Аким от Кызылординской области сообщал о том, что в будущем левобережье Кызылорды будет застраиваться. В тюркском стиле грандиозные планы до 2025 года, что все это обещается реализовать. А ранее, когда вы были Акимом Магенставовской области, Актау обещали тоже, проект амбициозный, грандиозный, но, насколько известно, некоторые моменты АККУ, проблемный жилой комплекс, там тоже не завершилось, все не до конца. И вот теперь в связи с этим, как вы думаете, не повторится ли такая история? Вообще надо жить, знаете как, если вы перед собой цель поставите вот такую, вот так будете ходить по жизни. Если вы высокую цель перед собой поставите, и вас видно будет. Поэтому надо мечтать, как учит нас президент, надо ставить высокие цели и идти к ней надо. Что касается Актау-Сити, то правительство Объединенных Арабских Эмиратов поддержало проект, там было несколько проектов. Это энергетический хаб, Актау-Сити и Кендерли, связанное с увеличением морских операций. Для морских нефтяных операций, особенно работающих на платформах, нужна поддержка соответствующего обслуживания. Поэтому должен был быть энергетический хаб, который создает морские базы, которые обслуживают эти предприятия, которые работают и на Кашагане, и там есть блок Н, другие проекты. Второе, это как работать. Второе, где жить. Мы определили там 2,5 тысяч гектаров земли для того, чтобы можно было строить и жилье, и так далее, но по современным стандартам. Они выделили деньги, значит, были выделены земельные участки, но с договоркой, если в течение трех лет ничего не будет построено, земля возвращается государству. Хотя они заплатили бюджету, и они вернули эти деньги. Третье, Кендерли, где отдыхать. Если они там работают, если там живут, то надо же отдыхать. Кендерли прекрасные, там можно в течение 7 месяцев купаться. Вот именно в заливе Кендерли. В самом Каспи холодно, а вот в самом заливе Кендерли там можно отдыхать в течение 7 месяцев. Там только надо построить аэропорт. Вы, наверное, бывали, там, Чехия, скажем, Карлов, Варах и так далее. Там небольшой аэропорт с двумя рукавами, достаточно взлетно-посадочной полосы, чтобы можно было принять бой. Все. И вот этот проект, он шел. Правительство там, и когда была официальная презентация, соучаствовал глава государства. Вот с той стороны были несколько членов правительства, министры и так далее. Потом грянул кризис. Они сказали, мы все не можем, Абудовый плазу будем строить, другие проекты, но на все у нас не хватает. Проблемы большие были с Дубаем. Вы знаете, вот даже лидер страны, нынешний глава государства, объединенных арабских ермата, Шейх-Халифа сам лично взялся на завершение строительства вот этой самой высокой башни. Сейчас его называется Бурж-Халифа, по-моему, да. Вот такая история. Поэтому мы тогда сказали, давайте тогда этот проект не сворачивать, а по-моему, своим возможностям начнем двигаться. Поэтому было принято решение о начале строительства микрорайона АКУ. Что касается Казларды по Левым берегу, я хочу сказать, в 2015 году сейчас 270 тысяч человек проживает в Казларде, с учетом темпы роста населения. В 2025 году через 10 лет в городе будет проживать 375 тысяч человек. То есть это не приход, это необходимость. Город не может идти. Там можно было сейчас немножко увеличить, дать участки для жилищного строительства в сторону дороги Казларда-Жизказган, но там не более 5000 участков для ИЖС. А мы должны развиваться. Город построен на правом берегу. Вот река Сырдарья, правый берег, здесь Казларда. Вот теперь от Сырдарьи до... Там проходит еще с левой стороны дорога Западная Европа-Западная Китай. Вот между этим промежутком 1532 гектара очень удобно для разворачивания жилищного и другого строительства. А за дорогой Европа-Китай размещают производственные предприятия. Но при этом, когда мы сделали геологию, я же сказал, в 2013 году и половину 2014 года потратили на геологию. Мы переделали генплан, увеличили на 1530 гектара. Мы создали план детальной планировки. Теперь провели переговоры с Азиатским банком развития. На все инженерные коммуникации разработали ТЭО. Уже получили госэкспертизу. Азиатский банк сейчас с консультантами работают в Казларде. Мы должны подписать уже кредитное соглашение. На 176 миллиардов тенге на строительство первой части инженерной инфраструктуры. А инвестор придет, поэтому мы проводили недавно, по-моему, 14-15 декабря, проводили инвестиционный форум, 6-й. И там была специальная секция, посвященная Левому берегу. Инвесторы придут, они сказали, если инфраструктуру гарантируете, мы на свои деньги построим, это коммерческое жилье. Единственное, мы сказали, жилье эконом-класса, местная власть, будем помогать реализации. На себя мы можем взять такую ответственность, помогать. Но не ответственно отвечать, а помогать. А что касается жилье бизнес-класса, она будет реализована. Поэтому у меня никаких сомнений нет. История Актов Сити такая, история Левого берега, Казларды вот такая создается. Вам все понятно? Есть у вас сомнения? Еще раз тоже вам желаю, чтобы все мы всегда ставили перед собой высокие цели и добивались его. Благодарю вас, Крымбек Елевович. До конца нашей работы осталось буквально 5 минут. Давайте услышим последних три вопроса. Пожалуйста, Казах ТВ, Каз Правда и 24КЗ. Готовьтесь, пожалуйста. Казах ТВ, Казах ТВ, Женгис Ермуханов. Мен сеге койтын сырағым жалпы сұры үнерінің демеллі индустриялды инноваций дамуына қатсты болмақ. Жалпы индустриялдыру картасына, олысы үнерде қанча жоба енген, оның жүзегі аасу барсықандай. Тол қуатқа енген жобалар барма және олардың бүгінгі өндірис көшқарған төлі өнімдері. Және қанчыма жұмыс орындарын ашу көзілі бөтір осы арқылы? Бірақ олардағы жағдай біз қадағалау отырмыз, көмектесіп жатырмыз, оның бәрі өзі рет-ретмен келетті бөлеймін. Жағы сөзімді бәйтікпеттің бұтағы да қайталаватайын, құрметті журналистер, экономиканы әртіраптандыру, біз үшін елдің аймағымыздың болашағын ойлысық, басқа жол жоқ бізде. Диверсификациядан басқа өткені, экономикамыздың структуры сұлы жағы көрінің болатырсында, біз 13 жылы 94%-ы өндірісіміздің мұнайғаз оран. Сондықтан, мысалығы, сонғы үш жылдың ішінде үш жәсі өңде өнеркәсіпін көбейттік. Қазір аймақтың денгейінде үш жылдың ішінде өнді өнеркәсіпін дамыта оңай жұмыс емес. Әр жобаның өзін әйіңің айлген рүкзак сияқты. Арқалап жүріп істемесің, іштімен етпейді. Бізде ақыл айтатын адам көп қокейде, жұмыс тейтін адам жетіпейді өкінші көбірейді. Сонтан өзіні әр жобаға, сон әсі 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 әліз әліптің мамандар әлік, әліктә әліктә дүнінде әліпті үш әліпті әліптің әліптің бізді, әлімді әліптің көрлерің, әлімді әліпті әліптің көріптің. Интернет-портал Касправдакеза, здравствуйте. Здравствуйте. Ранее сообщалось, что в регионе сократилась добыча нефти, и, как это в целом сказалось, на социально-экономическом развитии региона, и, в частности, интересует повышение цен на продукты. Что в этой сфере, какая поддержка оказывается малоимущим семьям? Вот, к примеру, у вас в области заработал магазин, который продает продукты с 50% скидкой многодетным. Что еще? Вы имеете в виду, наверное, проект, который реализован в Сыдаринском районе, поселке Терриный Узек. Предприниматели района собрались и приняли решение. Вот такой сложный период. Давайте поможем малоимущим многодетным семьям, семьям, которые более семи детей. И сделали 50% скидку. По списку приходят представители этой семьи, и по списку они получают скидки на 50% продукта. Просто великолепный пример социальной ответственности бизнеса. Естественно, мы рекомендовали всем нашим акимам изучить этот опыт, постараться внедрить. Например, сейчас мы в преддверии Нового года. Многие компании хотели бы провести свои корпоративки и так далее. Пригласить звезд, эстрады с Россией, с Алматы, с Астаны и так далее. Мы попросили, давайте ужмитесь. Конечно, надо отметить людей, поощрить и так далее. Может быть, лучше эти средства направить на поддержку многодетных, малоимущих семей. И руководители этих крупных компаний с пониманием к этому относились. Я благодарен им за это. И даже в этом году что-то не задавали вопрос. Обычно задают перед Новым годом, сколько денег потратили на новогоднюю елку в областном центре и вещи где-то. Нисколько. Все за счет спонсорских средств. Я думаю, что совместная работа местной власти и бизнеса, социальная ответственность характеризовать должна нас, казахстанцев, в такой переходный период. Благодарю вас. Последний вопрос. 24КЗ, пожалуйста. Добрый день. Сабиба Ибусинов, 24КЗ. У меня вопрос о продолжении вашего спича о сфере здравоохранения. По нашей информации, в пригородном селе Толсуа тут уже несколько лет достраивают психоневрологический диспансер. Здание практически достроено. В связи с чем оно, собственно, не достроено, по каким причинам, есть ли на это деньги, чтобы достроить в какое-то ближайшее время? И где застройщики, подрядчики? Сейчас скажу. На 1 января 2013 года в Казародинской области было 34 социальных объекта стоимостью более 2 миллиардов тенге с началом строительства в 2008 году, которые не завершены. У каждого объекта своя история. Там и коррупция, там и нарушения, там и так далее. В итоге объекты большие, не введены. 33 мы уже ввели. Последний объект, вот это психоневрологический диспансер Толсуа Тет. Республиканский бюджет стопроцентно профинансировал. А компания сейчас банкрот. Никому предъявит. Объект не закончен. В области более 600 человек, которые нуждаются, это должно обслуживаться в этом. Проект 350 мест. Ну, там можно 600 человек принять. Но это люди, которых надо оградить от общества, потому что они агрессивно себя ведут. Психоневрологический диспансер. Понятно же, да? Поэтому нам надо было найти 1 на 1 миллиард тенге. Бюджетный кодекс законодательства не позволяет мне с областного бюджета выделять деньги. Я пойду в Маслихад, депутаты меня не поддержат. По закону не положено. Это республиканский бюджет. Республиканский бюджет говорит, мы деньги выделили, объект не сдан. И вот ходишь вот так. Теперь мы наконец-то нашли формулу решения. Наши нефтяные компании вместе такое решение приняли поддержать. И поскольку очень значимое, социально значимое это, выделить спонсорские средства 1 на 1 миллиард тенге. И с тем, чтобы в первом полугодии 16 года наконец-то завершить этот долгострой. Объект уже начал грабиться. Мы за счет бюджета поставили охрану. Еще провели полностью эту экспертизу. И не хватает 1 на 1 миллиард тенге. Деньги эти решены. И в ближайшее время мы, я думаю, в первом полугодии 16 года завершим этот объект. И на этом проблема и история с этим психоневрологическим диспансером будет закончена. Я говорю, банкрот. Уже все судьи просто не с кого взять деньги. Крымбек Ильевич, мы работаем в прямом эфире более 70 минут. Наша работа завершается. Я бы хотел поблагодарить вас за участие в нашей пресс-конференции. Пожелать вам крепкого здоровья, успехов, удачи в вашей работе. Уважаемые коллеги, я также благодарю вас. На этом мы завершаем. До скорых встреч. С наступающим Новым годом. С наступающим праздником вас.